МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из пойманных в Донбассе украинских диверсионных групп были гомосексуалисты. Бенефис ненависти и сеансы саморазоблачений. Придерживаюсь нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я практически с детства, еще со школьного возраста. Ленин наш. Рамзан Кадыров сегодня вновь поднял одну из самых острых тем последних десятилетий вопрос захоронения тела Ленина. Как Кадыров с Зюгановым Ленина не поделили? Наши отцы и деды помыслить даже о таких предложениях не могли. И фронт вранья. Используется арабскую силу. Для этого, приняв весенний опыт нацгвардейцев, арестовывают якова подозрением шпионской деятельности крепких мужчин из местных жителей. Свежая перла федеральных каналов с передовой. Террористическое подполье. Украинские диверсанты и европейские ценности. Мы объясним. Это антизомби. Территория без пропаганды. Все, что вокруг делается, вокруг России, это Россия полностью со стороны НАТО берется в кольцо. Нет, но мы знаем. Все, что граничит с Россией, везде туда пойдут революционные деньги. На самом деле, деньги интервентов на дестабилизацию, на создание условий формирования вокруг России кольца врагов. Честно говоря, мы давно хотели сделать этот сюжет, но все как-то откладывали. Ну, хотя бы потому, что сознательное запугивание граждан федеральными каналами России уже давно не новость. Россию сегодня загоняют в огненное кольцо. Кругом враги, диверсанты за каждым кустом, теща, так вообще агент госдепа. В любой момент карательный отряд, как коллега сказал, с Украины послать, одеть в российскую форму. И это якобы мы нападаем, например, на тех же самых поляков. И Польша в ответ нападает на нас. И вот этот бенефис маразма, разгоняемый из Останкина, уже привел к весьма печальным последствиям. Человек после работы смотрит телевизоры и не расслабляется, а наоборот. За многочисленными звонками о заложенных взрывных устройствах в городах нашей страны могут стоять участники запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. НАТО наступает, постоянные звонки о минировании, да и на работу ездит страшно. Хохлы вон грозятся транспорт подрывать. Мы просто будем видеть уже не ИГИЛовцев, как мы привыкли, вот этих хаджубитов там или там как они называются, а будем видеть вот людей, которые внешне, славянской внешности, говорят на русском языке с украинским акцентом. Мы должны сорвать планы превращения украинских граждан, вот этих шахидов, живые бомбы, которые будут взрывать наши автобусы, наше метро. А нервы-то не железные. Любая струнка при регулярной натяжке рано или поздно лопнет. Вроде как был нормальный человек и вдруг все, крышу сорвало. Мужчина в местный космос решил буквально въехать на микроавтобусе. Однако дверь выдержала таран, после чего водитель поджег УАЗ. Один в кинотеатры с газовыми баллонами въезжает, другие берут на кухне ножик и гоу врагов народа резать. Мужчина ворвался в редакцию, ранил журналистку ножом в горло, ее срочно госпитализировали вне из Клифосовского. А дикая бомба Лейла при виде простого сочетания желтых и синих цветов в парке. Посмотрите, что творится. Кругом одни фаги Украины. Это в Сибири, в городе Красноярске. Вот опять фаг Украины. Это вот как объяснить, если не результатом планомерного запугивания граждан телевизором? Дядька же явно с десяток сюжетов про украдиверсантов до этого глянул. И скоро таких красавцев вообще от желтого солнышка на синем небе плющить начнет. Это «Вести недели» и я от Гурики Селёв. Добрый вечер. Смотрите сейчас. Даже не сомневаемся, что где-то на этом моменте сотни адептов секты Путин в «Веди» включат режим «Вы всё врёте». Мол, какие там запугивания, кастрюли? Вон Путина, посмотрите! Он уже всё опроверг! Ну, что касается истерик, то я не думаю, что есть какие-то истерики. Всплески, они естественные. Мне кажется, не нужно этого пугаться, не нужно ждать у нас полного какого-то затиши. Такого никогда не было и никогда не будет. И вот по ответу царя есть две простые мысли. Ну, во-первых, вы что ждали, что Путин вам правду скажет? Мол, да, целенаправленно запугиваем людей, запугиваем для того, чтобы ими было легче управлять. Тем более вы только посмотрите, как мастерски очевидная зрада транзитом через его уста превращается в отборнейшую ПРМУ. Всплески, безусловно, имеют место. Но они везде же есть. Посмотрите, что происходит в Соединённых Штатах. Ну, вот там уж истерики, так истерики. Владимир Владимирович, а как так получается? Народ от злобы лопается? Весь мир ненавидит? Атмосфера ненависти кругом? Ха, подумаешь, Россия, вы на США посмотрите, там всё ещё хуже. Ну, вот там уж истерики, так истерики. К чести журналиста он не сдаётся. И настаивает, что хотел бы не перевода стрелок, а чтобы президент России говорил о России. Но мы-то живём в России, правда. Меня больше волнует Россия, а не Соединённые Штаты. Но царь во второй раз проезжается по нему катком. Второе, что происходит в Европе, и с Брекситом, и сейчас в Каталонии, и сейчас вот у нас намечается ещё там бог знает чего. Россия? Какая Россия? Да в Европе вон вообще разброды шатания, истерики кругом. И с терроризмом, и с возвратом, и с беженцами. Ну, вот истерики, так истерики. Ну, вот истерики, так истерики. А вы ещё смеялись над федеральными каналами, где при любом шухере тут же начинают вспоминать госдолг США. Вот вам директор завода по переводу стрелок. А Киселёвы всякие, это так. Максимум бригадиры в цеху. Посмотри, а Серёжу вообще двойку поставили, а Люсю вообще выгнали из класса. Это говорит первое лицо страны. То есть он включает вот эту вот такую инфантильную историю. Кто-то, конечно, задастся вопросом, ну а какая конечная цель этого трэша? Другими словами, зачем Кремлю так загонять людей? К чему эти запуганные, озлобленные миллионы неврастенников? И всем американцам, и всем европейцам, геям, геям, они нам пропагандируют такое к**о. А у нас чистая Россия. И мы им не дадим пройти на нашу родину. Если бы не Путин, уже война началась. Но Путин не допускает войны. Ответ он как бы на поверхности. Но, во-первых, тему с внешними врагами, диверсантами и шпионами ещё с советских времён всегда начинали разгонять в кризисные годы. Представители Запада, прежде всего стран НАТО на сессии ООН, говорят о своих благих намерениях. Но на деле они раскручивают новый виток гонки в оружие. Поток лжи о Советском Союзе и пропаганда войны ежедневно обрушивается на миллионы американцев. А за западные империалисты обложили со всех сторон нашу процветающую родину. Вот-вот убивать вас пойдут. Поэтому мы все деньги на ракеты вбахаем. Ничего не напоминает? Нам очень напоминает. Особенно в свете смеющихся по телевизору искандеров на фоне нищего народа. Зрелища, как говорится, душераздирающие. И это же при том, что Россия – богатейшая страна. Нефть, газ, золото, алмазы – да все, что хочешь. А люди живут бедно. Миллионы людей. И вот эти миллионы, поправляя антенну на телевизоре, вечерами клянут – нет, не Путина и не Медведева, а американцев, гейропейцев и хохлов. Я России говорю, конечно, виноват Америка. А знаете, кто виноват? Там сидит такой Рокфеллер, ему сто лет исполнилось. Он тварь шесть раз сердце пересаживал. Рассказывают в очередях о кознях НАТО, обсуждают, как уже летят грачи-диверсанты из Украины, чтобы их убивать. Если раньше Конго-Крымская лихорадка встречалась в Астраханской и Ростовской областях, то теперь в Калмыкии, Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях – Крыму. Эта география связана с переносом вируса перелетными птицами, в частности, грачами. А вот грачи зимуют именно на Украине. А теперь просто представьте на секунду, что вся эта жесть хотя бы на пару месяцев пропадет с федеральных каналов. То есть никто не рассказывает о мормонах, якобы тайно скупающих души мертвых русских бабушек? Скупают в буквальном смысле по 7 центов за 5 фамилий. По слухам, уже 15-20 миллионов россиян значатся мормонами посмертно. Никто не ищет врагов народа и не визжит по поводу и без о внешней угрозе. В России есть только два союзника – армия и военно-морской флот. Что случится с людьми, которым постоянно показывали пальцем куда-то за пределы России? Верно, они обратят внимание на себя. То есть банально под ноги посмотрят. А потом начнут задавать неудобные вопросы. Ну, например, как так получается, что достояние тип национальное, а богатеют от него единицы? Вот чего боится кремлевская шайка-лейка. Не надо обманывать наш народ, рассказывать, что недр ему принадлежат. Нашему народу уже очень давно принадлежит дырка от бублика вместо недр. Ну и, конечно, классический лозунг «Что-то там про национальные достояния». Вот зачем атмосфера ненависти из каждой дырки и вечные поиски внешних врагов. Украина сама ведет гражданскую войну. Польша воюет с памятниками наших воинов-освободителей. Прибалтика воюет со здравым смыслом, а Россия ни с кем не воюет. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что запуганным стадом легче управлять. Посмотрите на Зайцев из Нода или рядового Васю с митинга «Антимайдан». Наш тамот весь будет стоять только за нашего Владимира Владимировича Путина. Все поддерживают Путина. И я поддерживаю. И вся Россия поддерживает Путина. И вся Россия поддерживает Путина. Вы поддерживаете какую-то пятую колонку, как домой-то надо. Вы пятая колонка. Вы пятая колонка. Им не нужны факты или доказательства. Им достаточно просто сказать «Вон, враг!» И они ж толпой любого порвут. Мы этих всех американцев задаем своим делом, а на санкции мы их не плеем. Жрем колбасу, мясо и еще забиваем водочкой. Вот им санкции! Сейчас вот это на забью. Зачем? Надо термоядерные бомбы под водой скрыть, чтобы Америку цунами унесло! И вот эту атмосферу ненависти федеральные каналы тщательно поддерживают. Вы заметили, что вот любая проблема в России в итоге списывается на внешнего врага? Взять хотя бы свежую историю со взрывом газопровода в Крыму. Оказались подорваны участки газопровода между Алуштой и Ялтой. Из трубы диаметром больше 20 сантиметров вырывались просто столбы пламени. Изначально ж вполне себе бытовые версии обсуждались. Взрыв 1938 – это последствия замыкания на подстанции «Крымэнерго» по улице Октябрьская. Пострадавших нет, причин паниковать нет. Вследствие замыкания подстанции «Крымэнерго» в Горгазе было принято решение произвести аварийное выключение газа. Ну вот из Москвы приезжают свежие методички и вуаля! Здрасте, приехали! Опять диверсанты проказничают. Газопровод под Алуштой был поврежден неизвестными. Без газа остались полторы тысячи жителей полуострова. Задержанных и подозреваемых пока нет, но характер повреждений подтверждает версию подрывья. А вот чьи диверсанты догадаться несложно. Достаточно просто переключить кнопку на пульте. В сценарии оторвать Крым, значит, не дать возможности русским там даже находиться. Я читал это 10 лет назад. Я читал это 10 лет назад. Все уже было расписано. Еще задолго до событий в Киеве. И это говорит как бы не городской сумасшедший. Это на секундочку лидер одной из крупнейших фракций Госдумы на всю страну вещает, как 10 лет назад украинцы хотели вырезать крымчан. Прямо было написано. Входят в Крым украинские националисты. И начинается резня русских. Прямо напрямую. Газопровод взорвали. В общественном транспорте взрывы готовят. Крымчан вырезать хотели. И начинается резня русских. Прямо напрямую. Цель спровоцировать Россию на защиту русского населения в Крыму. Я читал это 10 лет назад. И никто почему-то не спрашивает, так если еще 10 лет назад хотели, то что не вырезали? А ватный котелок тем временем уже закипает от негодования. Вот так и складываются кремлевские пазлы ненависти. Ну и напоследок. У всей этой, казалось бы, отлаженной схемы есть один существенный минус. Чтобы держать народ в тонусе, нужно постоянно повышать градус маразма. То есть сделать угрозу все ближе и ближе. Это Добров эфир. И мы начинаем. Одна из самых обсуждаемых тем недели. Таинственный сбор иностранными агентами биоматериалов граждан России. И нынешний заказ на 39 комплектов биоматериалов для Пентагона. Это только верхушка айсберга. Историю о том, как Госдеп принялся похищать биоматериалы из России, все наверняка слышали. Россия постепенно оказывается в кольце секретных лабораторий. Военные лаборатории, которые выстроились вокруг нашей страны, вот таким кольцом. Нашу страну буквально взяли в кольцо различными такими таинственными биолабораториями. Россия оказалась практически окружена сетью лабораторий, к созданию которых так или иначе причастен Пентагон. Хотят супостаты чисто против русских биологическое оружие сделать. Задача Америки создать новое генетическое оружие, которое может поражать конкретные народы. Например, нас с вами. Причем целенаправленно закупаются образцы материалов именно российские. Но вы сейчас даже не представляете себе всю степень буржуйского коварства. Они, оказывается, даже образцы слюны из Мурманска пытались похитить. Это была слюна. Достаточно было много проб, порядка 430. Эти пробы перемещались из Российской Федерации в Норвегию. При этом они не декларировались и на эти товары не предоставлялись разрешительные документы. А там же Северный флот. Все дела надувают щеки ручные эксперты. И вот уже некая фирма пытается приобрести партию биоматериалов. В Мурманской области, к слову, немало военных объектов. Там базируется Северный флот. В общем, следи за слюной, товарищ. Не дай бог на пол капнет, не оберешься лихо. Ведь агенты госдепа не дремлют. И завтра эти слюни окажутся у Трампа на столе. С другой стороны, может, на улицах чище станет. О, надо б на еще по телеку сказать, что пиндосы, бычки и шелуху от семечек похищают. Хоть какая-то польза от пропаганды будет. Ну а в целом для Кремля такая тактика сродни сладкой булочке. Можно пенсии морозить, резервный фонд насиловать, простым людям в лицо смеяться. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения. Главное при этом вовремя пальцем тыкать с криками «Смотрите, смотрите, там враги!» Нет, вся Россия от этого с колен не встанет, зато с десяток семей вполне. Люди злятся и ненавидят кого-то за бугром. А кремлевский караван как шел, так и идет. Смотрите далее в программе. Фейк на фейке и фейком погоняет. Выявилась тенденция. Почти в каждой из пойманных в Донбассе украинских диверсионных групп были гомосексуалисты. Бенефис ненависти и сеансы саморазоблачений. Придерживаюсь нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я практически с детства, еще со школьного возраста. Это антизомби. Территория без пропаганды. Начало сюжета будет злым и без хихишек. А все потому, что у убогих запоребриковых фейкометов жизнь ничему не учит. Как Иисуса на доску гавриня прибыли. Один прибывал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Им неоднократно намекали. Не надо спекулировать на детских жизнях. Это уже даже не дно, а просто днище. Корловка. Пятилетнего ребенка распяли и поставили на площади. Но по факту все эти предостережения, как об стену горохом. Сначала придумывали распятых мальчиков. Потом убивали несуществующую девочку на Петровке. Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. Погибла 10-летняя девочка. Кого нет? Девочка. Ее нет? Не погибла? А как же так? Передали? Вынуждены, говорят, передать, потому что за ее. А теперь вот устраивают сеансы саморазоблачения, где сначала спихивают несчастный случай на ВСУ, а потом оказывается, что эти граждане просто не договорились врать одинаково. Нам в результате обстрела. Нам в результате обстрела. Погиб ребенок. Мальчику через несколько дней исполнилось бы 10. Погиб ребенок, и еще двое раненые. Сдетонировал неразорвавшийся снаряд из числа выпущенных украинскими военными. Но обо всем по порядку. В Донецке, Петровском районе случается горе. От взрыва погибает один ребенок, двое других оказываются в больнице. И вот что видят. Огромная страна уже вечера. В ДНР сообщили о гибели ребенка в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Что кому не ясно, укропы по ребятне с артиллерией пальнули. Судя по повреждениям, силовики применяли запрещенную минскими соглашениями систему залпового огня ГРАД. Естественно, зрители у экранов пылают от ненависти. Но мы же не зря говорили, что эти пропагандисты просто не договорились врать одинаково. Накануне от взрыва снаряда пострадали дети. Один ребенок погиб. Это уже канал ТВЦ. С сюжетом все по той же истории. И что мы узнаем? Оказывается, никакого обстрела не было. Дети нашли неразорвавшийся снаряд. Боеприпас школьники нашли на стадионе. Когда подошли к нему ближе, тот сработал. Это же проговаривает и канал НТВ. Погиб школьник, который бросил кирпич в неразорвавшийся снаряд. Но тут в эфир выходят новости чудесной Дерляндии с новой версией из рубрики «Как все было». К нам в больницу скорой помощи были доставлены двое пострадавших, двое мальчиков 9 лет с миноззрывными ранениями нижних конечностей. Взрыв произошел в результате неосторожного обращения с неизвестным предметом. Дети нашли не снаряд, а некую коробочку. Попытались открыть, а когда не смогли, начали бросать в нее камнями. В результате чего и произошел взрыв. Он взял, мы ему говорим, не надо, он взял, я на дорогу положил, я отбежала, Юра тоже чуть-чуть. И он кидает камень и взрывается она. Согласитесь, это в корне меняет дело. Сотни людей во всем мире ежегодно погибают, пытаясь разобрать неустановленные предметы. Пятеро подростков, пострадавших при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны под Волгоградом, находятся в больнице. Мальчишки нашли снаряд и решили проверить, взорвется он или нет. В Витебской области расследуют гибель черного копателя. Он подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. Это ужасно. Это горе для семьи, особенно если речь идет о детях. Но все же понимают, что в случае с взрывом на Петровке запоребриковые пропагандисты просто решили прокачать свои методички на детской крови. В Донбассе от рук украинских силовиков погиб 10-летний ребенок. Ведь явно не в результате обстрела пострадали дети. И для того, чтобы это понять, не нужны никакие укра-СМИ. Фойкометы сами, не договорившись врать, одинаково себя разоблачили. Погиб школьный, который бросил кирпич в неразорвавшийся снаряд. Ну и просто мысли вслух. Вот как вы думаете, какой процент россиян, посмотревших новости о гибели детей, якобы после обстрела ВСУ, в итоге узнают правду? В итоге они бросили у нее камни, и она взорвалась. Вангуем, что небольшой. А ведь именно после таких фейков рядовые россияне бросали работу, семьи и ехали воевать в Украину. В чем неоднократно признавались. Приехал сюда помочь братьям славянам. Остался неравнодушным, потому что фашизм, действительно настоящий фашизм. Укропы, они ведут себя как фашисты. Девочки в писью маленькую. Выкачали баллон монтажной пены. Правда, домой потом возвращались гробы, рушили семьи. И стоит ли говорить, что сотни семей за поребриком сейчас могли бы жить счастливо, если бы в свое время не поверили в истории о распятых мальчиках по федеральным каналам? Они, вот эти вот российские пропагандисты, они рассказывают душевиздирающие истории про детей, они отдают себе отчет. Они грамотные, циничные уроды. Они понимают, что истории про детей, они минуют сознательные фильтры. Это минует размышления о том, а кто виноват, а кто все это начал. А откуда там вообще, извините, появилась артиллерия? Помимо такого трэша, за который очень хочется кое-кому по-донецки влепить дрыном да по горбу, хватало в запоребриковых новостях и смешных моментах. Мы во все 32 зуба улыбались, слушая, как зрители федеральных каналов стращали внимание американской гей-бомбой. Однако самым убойным боеприпасом обещала стать так называемая гей-бомба. Начиненная специальным афродизиаком, она должна была заставлять солдат противника испытывать непреодолимое влечение друг к другу, превращая их, как написано в отчете, в ярых гомосексуалистов. Вот же пиндосы, вот же гады коварные, знают болевые точки. Идут мужики на завод, а тут бац и разрыв гей-бомбы. И все, работа парализована, над цехами вместо флагов реют красные трюселя, а главное-то, главное, скрепы лопаются. А может, действительно, надо было один раз попробовать, один раз там они... Естественно, федеральные каналы стараются конкретно в этом случае пугать народ аккуратно, чтобы вдруг семьи рушиться не стали. Но нам все-таки кажется, что кое-где пиндосы гей-бомбу все же сбрасывали. Я духовно... я духовными жабрами, духовными легкими не могу дышать. А вот где конкретно, лучше уточнить, например, у Милонова. Товарища депутата явно взрывной волной зацепила. Гомосек, 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 гомосеков, гомосеками, гомосек, гомосексуализм. Он теперь в гипермаркете, полке с огурцами и бананами быстрее Усейна Болта пробегает. И есть у нас подозрение, что про гей-бомбу мы еще услышим. И не один раз, особенно с учетом огромной любви новоросских спикеров, слизывать темы у федеральных каналов. Нагло, методично, системно. Уже видим эту картину. Первый республиканский. Программа «Служу республике». Здравствуйте. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете. Стареющий Басурин и юный Димочка Астрахань ползут по траве в поисках осколков гей-бомбы. Но находят их уже на совещании в кабинете Захарченко. Видать, пиндосы с беспилотника гей-бомбу прямо в форточку сани закинули. Причем еще пару годиков назад. Ну и напоследок. Мы страшно любим истории, когда публика даже не с бревном, а вагонами бревен в глазу начинает предъявлять что-то Украине. Вот и на этой неделе мы с умилением слушали байки о темниках, спускаемых чуть ли не из Госдепа. Мы можем наблюдать, что работают они по одному и тому же темнику. Вот посмотрите, начинается это вот в одном СМИ, затем та же самая идет информация по всем украинским СМИ. Просто добрый совет. Чтоб такое заходило в голову не только к доверчивым бабушкам, попробуйте хоть иногда подтверждать свои слова фактами. Вот мы, например, можем каждую неделю доказывать наличие темников в молодых недореспубликах. Ведь местные журналисты то ли ленятся, то ли просто не способны хотя бы переписывать их своими словами. Сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД ДНР провели на территории республики комплексную оперативно-профилактическую операцию, в ходе которой выявили около 200 незаконных посевов наркосодержащих растений. Это первый республиканский канал. Запомнили фразочку? А теперь переключаем на Новороссию ТВ. И что же мы слышим? Сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД ДНР провели на территории республики комплексную оперативно-профилактическую операцию, в ходе которой выявили около 200 незаконных посевов наркосодержащих растений. Для самых неверующих не поленимся даже в стык поставить. В столице ДНР зафиксированы случаи мошенничества в отношении пожилых граждан. В столице ДНР зафиксированы случаи мошенничества в отношении пожилых граждан. Ну что там, зайцы золотущие, кто там по темникам работает? И еще раз, надо будет, мы такого добра можем на 45 минут сделать, потому как материалы ну просто завались. Сотрудники различных подразделений украинской полиции, разочарованные жизнью в европейском государстве, возвращаются в родные края. Сотрудники различных подразделений украинской полиции, разочарованные жизнью в так называемом европейском государстве, пытаются вернуться в родные края. Сотрудники различных подразделений украинской полиции, разочарованные жизнью в так называемом европейском государстве, пытаются вернуться в родные края. А отсюда мораль. Чтобы не выглядеть смешно и жалко, не стоит даже пытаться предъявлять кому-то то, в чем сами впереди планеты всей. Это очень напоминает алкоголика, который, очнувшись под забором с диким бодуном, кричит на всю улицу «Смотрите! Смотрите! Там алкаши!» Смотрите далее в программе «Ленин наш!» Рамзан Кадыров сегодня вновь поднял одну из самых острых тем последних десятилетий вопрос захоронения тела Ленина. Как Кадыров с Зюгановым Ленина не поделили? Наши отцы и деды помыслить даже о таких предложениях не могли. Это антизомби. Территория без пропаганды. Ну что сказать, это была очень показательная неделя, когда суровая реальность всандаливала пропагандистам смачный лоу-кик. Главное, московские улицы сегодня творится настоящая безумие. Вот самый простой пример. Включаешь новости и видишь космические очереди в Москве за пиндосовским айфоном. День простоять да ночь продержаться и так два раза. В Москве желающие приобрести новый айфон и икс начали занимать очередь за 42 часа. 500 человек в очереди. Многие заняли место за двое суток. Вот такую картину сегодня можно было наблюдать на улице Тверской. Чтоб вы понимали уровень, отдельные товарищи даже ветеранов за собой тянули, чтоб без очереди американский телефончик купить. Есть параллель, участник войны. Поджидайте, пожалуйста, членодательство. Он учется не очень. Ну а что? Берлин брал и айфон тоже возьмет. Но дело-то даже не в телефоне. Нет никаких сомнений, что добрая половина этой публики глотки рвет о Великом Отечестве. Именно такая публика при деньгах на дорогих курортах в майках с надписью «СССР» ходит. То есть человек ездит на немецкой машине, заходит в группу «Антимайдан» с корейского планшета, весь год ждет американский телефон, но при этом обожает истории о загнивающем Западе и лайкает вот такие видео. По радиоэлектронике мы сейчас являемся не просто самыми лидирующими в мире. Отставание Соединенных Штатов, Японии, тем более Китая уже на десятилетие. И так и хочется сказать, Стопенгаген! Так если обошли пиндосов с китайцами, то наверняка российская продукция вообще в цене. То есть уже нет никакой фишки иметь Apple iPhone. А йотафон в Америке – это классно. Йотафон в Америке – это классно. Может, есть отечественный российский товар, который такие же очереди собирает? Очередь за хлебом в Чувашии не в счет. За два года в мире продали меньше 100 тысяч йотафонов. Меньше 100 тысяч йотафонов. Ответ каждый знает сам. И вот в этом весь их показной ура-патриотизм. Вечером ты ртом лихо обходишь Америку. Отставание Соединенных Штатов, Японии, тем более Китая. Уже на десятилетие. А утром бежишь занимать очередь за американским телефоном. Да что там, даже в конкурсах во славу царя они разыгрывают вещь из страны, которую на словах показательно ненавидят. Уровень постановки – это отдельная песня. Такое обычно в ПТУ на День учителя снимают. Оцените, как правдоподобно здоровые пацаны отыгрывают свой восторг от предложения Кадырова подарить айфон за стихо Путине. Давайте закидывайте стихотворение с хэштегом «Наш президент Путин». Гениально! Отличный план! Даешь стих про Путина! И это на секундочку. Дети и братья тех, кто погибал под бомбежками на площади «Минутка». Тех, кто пережил резню в Бамуте. Когда я прибыл и посмотрел на Бамут, то он представлял примерно картину просто. Я попросил у него генерала Казанцева, я говорю, давайте мы на Бамуте просто не будем не вспомним. Никак. И убедил, что никакие средства массовой информации туда не надо присылать. Тех, чьи матери и сестры бежали от обстрелов, а их при этом называли стадом. Но будет выстрел. Стадо разбегается потихоньку в разные стороны. Стадо разбегает. Мы на айфон не претендуем, но все-таки накалекали пару строчек для конкурса. Отец к джихаду призывал. На пленке есть детей убитых лица. Теперь Рамзанчик раздает айфон во славу их убийце. Всех въезжающих в Грозный встречает одна и та же надпись. Добро пожаловать в ад. Есть подозрение, что айфон за такую поэзию нам не светит. Но в любом случае это намного честнее мерзких переобуваний в воздухе. Причем это же не только Кадырова касается. Давно пора похоронить. План Кадыров высказал свое мнение по вопросу захоронения тела руководителя Октябрьской революции Владимира Ленина. А из самых видных запоребриковых политиков. Взять хотя бы лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Дядька посмел перечить самому Рамзану Ахматовичу и выступить против выноса Ленина из мавзолея. Всякая болтовня о перезахоронениях, она под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколение и организовать скорее массовые беспорядки. Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда. Геннадий Зюганов. Кадыров, естественно, отмалчиваться не стал. И что бы вы думали? Да-да, предложил Зюганову извиниться. Кадыров потребовал извинения от Зюганова за болтовню о Ленине. По слухам, Зюгановичу две ночи снилось пивко. В смысле, не само пивко, а бутылки. И вот уже официальный твиттер КПРФ совершает очешуительный кувырок. Учащается провокация либерала в отношении Ленина и Зюганова. Ряд экспертов считает, что это признак либо слабоумия, либо работы против России. Оказывается, это не Кадыров грозился захоронить Ленина, а проклятые либерасты. С Рамзанчиком страшно споры вести. Зато всегда можно стрелки на общих врагов перекинуть. Учащается провокация либерала в отношении Ленина и Зюганова. Вообще, если бы проводился чемпионат мира по переводу стрелок, то Мутко мог бы еще до начала смело говорить о завоевании всего Пьедестана. Новый проблем. То есть нового криминалития. Вот посмотрите, какую истерику за поребриком вызвал вандализм с вечным огнем в Киеве. В Киеве вандалы осквернили воинский мемориал в парке Славы. Это уроды? Значит, в Киеве? Да. Цементом огонь? Огонь, да. Фашизм чистой воды! Какие еще нужны доказательства визгов было на всю Ивановскую? Залили его цементом, вылили около 20 ведер, ну и, как обычно, никто ничего не увидел. Но просто потратьте пять минут и сами проверьте, а не случалось ли чего подобного в российских городах. Подростки осквернили мемориал в Костроме. В Москве вандалы осквернили памятник, они сражались за родину. И таких заголовков мы можем еще на полчаса эфира собрать. А ведь никто тогда не закатывал глаза и не рассказывал о толпах фашистов в России. Естественно, и студии они не собирали. То ли дело, когда ровно то же самое случается в соседней Украине. Это кощунство, неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей. Ура патриоты у экранов, конечно, негодовали, сыпали проклятиями, мол, распоясались недобитки гитлеровские. А потом выходили на балкон и приветливо махали участникам русского марша. Того самого марша, который каждый год дает четко понять, что никакого фашизма в России нет. Но это так, слегка потролить и забыть. Зачем добивать публику, у которой и так рука за валидолом тянется? Патриоты за три года дырку в диване протерли, так за молодые республики топили. И тут, здрасте, приехали страшная зрада. Дейнега. Донбасс должен войти в состав Украины. Другого пути не существует. Если кто не знает, Дейнега – это второй человек в святой Луганде. То есть шишка и счета. И если уж эта публика при методичках прямо говорит о возврате в Украину. Нам нужно выйти на этот уровень взаимодействия с Киевом. Для того, чтобы получить признание европейское, признание мировое и так далее, мы должны идти именно по этому пути. То как бы вы все врете уже и не покричишь особо. Тем более занятным ребяткам вроде Сашки Захарченко и Ташкента сейчас вообще не до этого. Там задачи весьма конкретные. Если сливом запахло даже на пастуховке, то нужно что? Верно хапануть побольше баблишка напоследок. Была договоренность, что прибыль от «Семерочки» будет идти на содержание канала в Новороссии. Но в последнее время Тимофеев начал, так сказать, от этих договоренностей отходить и начал оказывать, так сказать, фискальное давление на эту сеть. Тимофеев пытается выжать. Все, что он может выжать. Ну а поскольку в Донецке воровать уже нечего, ребятушки взялись раскулачивать бывших соратников. И вот уже в битве не за жизнь, а за магазин «Семерочка» схлестнулись лучший сумоист Киевского района с позывным «Ташкент» и народный губернатор Павлуша Губаря. Последний еще с первых дней борьбы за русский мир осознал, что война будет непростой, а иногда болезненной. Но в нынешних республиканских раскладах силы, очевидно, не равны. И рано или поздно вместо «семерочки» у Пафнутия окажется смачный факел Новороссии. Да. Ну а в целом, глядя, как пауки в банке лопают друг друга, нельзя уже в который раз не отметить. Нам от этого только лучше. Ведь того, гляди, совсем у бандитов от денег крыша съедет и начнут друг друга в лифте катать. Ведь, как там говорится, жадность фраера сгубила. Подождем и посмотрим на этих фраерок. Ну что, без раскачки и прелюдий. Вчера, 5 ноября, ближе к вечеру, еще до наступления темноты, украинская армия начала массированный артиллерийский обстрел территории Донецкой Народной Республики. Местный военкор вылезает типа с сенсацией. Укры градом обстреляли «Спартак» и сами признались. Хорошим доказательством лжи украинской стороны служит видеозапись, опубликованная на канале Ютуб войскового телевидения Украины, где отчетливо видно и слышно, как корректируется огонь артиллерии по району населенного пункта «Спартак». Глядите, глядите, корректировка градов. Обратно 6 единиц. 6 единиц градов. По «Спартаку». Но давайте посмотрим оригинал, чтобы узнать, а не отрезали ли чего он недоросские зайцы. Обратно 6 единиц. 6 единиц градов. По «Спартаку». По «Зениту». По «Зениту». А, так дело все-таки не о «Спартаке», а о «Зените» шло. Ну, давайте тогда для тех, кто не в теме, уточним. А «Зенит» – это чья позиция? Зараз мы на «Зените». Это еще одна из позиций силы антитеррористической операции. Так это что ж, получается, Украины сами себя обстреляли, да? Но в целом ничего нового. Какая республика, такие и разоблачители. Поехали дальше. Есть хорошие тенденции по ту сторону баррикады, которых нельзя не сказать. О Новороссии Дейнеге, засобиравшемся в Украину, мы уже рассказывали. В ЛНР заявили о готовности вернуться в состав Украины. Буквально тут же на манеже появляется Саша Скиф. И, ой, еще одна страшная зрада. Только вот-вот недоросская пропаганда в захлеб рассказывала об ужасах жизни сукры карателями. Когда зашла украинская армия, что было в городе? Изнасилование, грабежи, разбои. Они, если придут, то тут же начнут всех резать, да в трусиках распинать. Может идти ребенок, могут отобрать телефон, отобрать деньги, если есть. Вот у студентов они стипендию получают. Они вот встречают их там, отбирают полностью все. Так вот, на фоне всего этого трэша появляется один из лидеров боевиков. И оп такой, мол, не надо страшилок. В случае возвращения Украины никакой резни не будет. Это все сказки про какой-то геноцид, про какое-то вырезание. Послушайте, это для идиотов. Не будет здесь никакой резни. Наоборот, постараться их можно больше взять жильем и потом этих людей судить. И, может быть, потом с барского плеча миловать. Дейнега, Ходоковский. Не иначе, как легкое дуновение свеженького ветра кое-чем почуяли. Но как бы ребята ни старались, а до лучшего агента СБУ с позывным «Колыван» и мой как далеко. Продает талант. Перебив по заказу из Киева всю местную элитку, Игореха взялся зарабатывать печеньки на ниве контрпропаганды. Вот хозяйка, вот прокуратура, народный совет, МГБ. Вот, например, хорошо было бы доказать, что боевики – это вовсе не витязи в тигровых шкурах, как малюет их Москва, а обычные ряженые бандиты. Люди занимались банальным, откровенным мародинством. Ополщенцы с оружием в руках просто банально грабили людей, а хуже всего, когда убивали. Да, мы легко можем насобирать комментариев и признаний такого плана, но куда нагляднее видео, где цельного министра берут, так сказать, тёпленьких. Все пришли к решению, что пора соблюдать законность, как вы говорили, поэтому освобождайте дом. Игорёха приезжает в сопровождение журналистов выселять из чужой квартиры. Никого попало, а министра МВД республики. Красавчик просто въехал туда в 2014 году. А когда появилась хозяйка, как настоящий министр, слал женщину на три буквы. Три года назад мой дом самовольно занял министра МВД Корнет, к которому я неоднократно приходила, обращалась, писала письменно, писала в прокуратуру, и он всегда говорил, что вообще я не ходил даже общаться. Более того, главный милиционер и страж закона святой Луганды не просто влез жить в чужой дом, но и разграбил там всё, что только можно было разграбить. По словам хозяйки, кроме мебели в помещении ничего не осталось. Все личные вещи пропали. А теперь вопрос знатокам. Вы можете представить масштабы грабежей и мародёрства, если даже главный страж закона Народной Республики без зазрения совести тырил собственность выехавших луганчан? Здесь у меня был полностью мой гардероб. Нету ни одной вещи. Но тут интересно другое. А знаете, кто громче всех вписался за проворовавшегося Корнета? О, братцы! Вся элитка соседней Дерляндии! Я когда услышал по телевизору, что депутаты ЛНР набросились на Корнета за дом, в котором он типа живёт, у меня сразу возник вопрос. А кого защищают слуги народа? Они разве не знают своих героев в лицо? И у меня вопрос. Кого защищают народные избранники ЛНР и на кого они тогда работают? Мотивы визгов как бы очевидны. Топовая шушера, время находящая на работу в здании Донецкого ОГА, сама живёт в чужих квартирах. И в случае чего, возвращаться придётся. В лучшем случае на пастуховку. Если на одну аллею славы до этого не попадут. Это цирк. Это просто шапито. А пока респект позывному Колывану. Вот что значит, человек на совесть работает. Но не зря ж всё-таки ему на всю спину бандеру набивали. Героям слава, Игорёк! То ли ещё будет.